Три года болезненных уколов, лекарств и физических страданий позади. Из тигренка, который все время плакал от боли, Гектор превратился в здорового самца. Конечно, инвалидность после травмы у животного останется на всю жизнь. Но благодаря стараниям челябинского ветеринара, теперь он может самостоятельно передвигаться и жить полноценной жизнью. Его доставили в тяжелом состоянии, с учетом, что были пролежни, потому что он таскал свою заднюю часть. Но нам удалось, удалось хотя бы подправить в первое время то, что он уже нормально принимает позы, не пачкает свою красивую шерсть. Сейчас Гектор ждет новый этап. Хищник продолжит реабилитацию в центре утес под Хабаровском. Переезд для животного – огромный стресс. Поэтому во время прощания полосатый был под действием снотворного. Вдобавок хищнику пришлось несколько часов поголодать. Очень грустно просил кушать. Вот этот момент, честно, это тяжелее, чем, скажем, когда его загружаешь, уколы ставишь. Впрочем, важно, быстренько затемнить, чтобы он ничего не видел, чтобы успокоился. По дороге в аэропорт Гектор вел себя смирно, но есть отказывался. В Екатеринбурге же у хищника проснулся аппетит. Один слой мы с собой везем сегодня мясо индейки. И специально выбрали эти куриные лапки, что они очень удобно сюда проходят. Но он отказался. Он их любит, как семечки. А вот такие тонкие куски он один слой уже поел. Чтобы перевести дикого зверя, нужно оформить кипу документов и строго соблюдать правила перевозки. На успех транспортировки может повлиять даже небольшой перевес. Поэтому клетку для хищника готовили прочную, но легкую. В самолете Гектору вместе с провожающими предстояло лететь семь часов. Говорят, вы в один час вы летаете, почему так рано летите, уезжаете из Челябинска. Это все делается для того, чтобы у животного было во время транспортировки время отдыха. Это очень важно. Вернуть хищника на историческую родину помогла компания Амур Минералс, которая находится в Хабаровске и входит в группу РМК. В дальневосточном центре Гектора уже ждет огромный вольер, так что хищник продолжит реабилитацию в условиях, приближенных к естественной среде обитания. А компанию ему составит тигр Жорик, который живет там уже 13 лет. Сотрудники Челябинского приюта уверены, что на своей исторической родине их воспитанник еще больше возмужает и пообещали обязательно его навестить. Будь счастлив и здоров, самое главное для нас. Надеемся, что увидимся с тобой, где приедем в гости. Наталья Петрухина, Павел Вострозин, 31 канал.